доброго времени суток с вами texer продолжаем транспорт февер и я как обычно ничего не понимаю нет созерцал карту пока капились деньги наш вот этот чертов хлебный район 37 батонов почему-то вот эти вот фермы не прокачиваются доставка чтобы не значило 31 но отсюда и возить нечего петельки хрена соответственно хлеба мы привозим тоже нихрена завод вот это то сработает даже не в полсилы он там работает доставка видим сколько привожу работает вяло-вяло как-то ну вот сейчас сложилось два поезда одновременно пришли хлеба тут на выход хрен да там как-то лучше я не знаю потому что хлебных полей ну есть еще парочка по карте и все эти уже хватит эти эти все уже охвачены в общем где-то парочку полей можно найти там в заколуках есть вот одно например чисто теоретически я могу ее сюда подвязать но вот этот хлеб должен был снабжать пол карты что-то какая-то фигня кто знает пишите потому что вот у меня тут скопилось что у меня тут скопилось 23 поезда это на один укус а вот с двумя не на поезда почему тут как нефть не копится на всю платформу я не знаю но вот наши 50 булок за рейс вот это вот все что мы можем совершенно непонятно как это работает совершенно непонятно к чему бы это ну да и говорится хрен с ним какие вы задрали меня с низкими транспортными средствами то посредственно почему тут нет указать а слушать есть есть я нашел прошлый раз вот она очень плохо дорожная тасса смотреть бабло останемся под порой в желез и камышин нефть порожье желтое под порожье лес и камышин нефть ой это там еще порожье инструменты еще стоп вот у желтого порожье и там и там до под порожье южный лес я правильно понимаю понимаю понимают не двигаются так ну чего погнали тратить деньги что я могу сказать и так желтый лес под порожье вот они но понятно это еще красные машинки погнали замена так в грузовичках у нас вот это наверное нет смотрите не это вот это лесовоза у нас такие 6 миллионов куда деваться отлично порожье сущих хорошо там посредственно что-то у нас уже видимо скоро тоже менять очень плохо камышин нефть порожье делать куда камышин нефть заменяем на цистерна на эти 9 миллионов ладно нам это не страшно заменили красота так там больше плохо нету под порожье инструменты камышин нефть снимаем инструменты ставил вот его замена инструмент на свой звук от который весь груз 44 вообще копейки так что еще очень плохо очень плохо у нас под порожье южный лес да это все красненькие машинки ну вообще немного там я чуть поменял я помню что поменял да ну ладно так хорошо плохо рогачев камень плохо но плохо дню от очень плохо опять это у нас камышин пшено камышин пшено замена пшено это вот или вот это вот это есть очень хорошо плохо пока товары в рогачев а то что она ездит у как под порожье горючка тоже пока просто плохо очень хорошо хорошо плохо 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 это автобусы хорошо посредственно норм плохо плохо пока оставляем но смотрите это поезда то есть мы по деньгам сейчас ух пластика рогачев и же до нефтепоезд ну ладно и так денег сказать штикует что у нас будет сегодня не понимаю я слева ну и черта с ним с тухлевом поэтому сегодня у нас будет железная дорога железо дорога у нас будет круговая и тот интересный момент возникает я вот это буду частью дороги или и делать или нет наверно буду то есть она будет сюда и туда поэтому погнали железочка высокоскоростные пути и мы как-то вот так вот пойдем пойдем мы где славный город где-то там тут за горами вот как-то так наверно то пройдем в рогачев это начало большого кольца хорошее название начало большого кольца так возможно тут такого круга я еще сделаю светофорчики тут где стоят непонятно далеко стоят хорошо разъезд так ладно мы поехали скоро 274 мы созрели чуть очень скоростное если она у нас будет действует не бешеных стоит а по туннель туннель нужно ли это нам тоже прикольно так благо мы из него вышли и мы едем от славных город радачов по мостам едем слушайте давайте сначала построим тут станцию город давайте уберем где у тебя жилые район где не жилые чуть не могу понять как надо чтобы жилые не жилые поделить его остановки и включить наверно остановки да а жилые шестеренки или это ладно давайте вот так жилое здание коммерческая коммерческая но жилые здания все по той стороне не знаю насколько это правильно поедешь для здоровых то не факт что у жилых должна быть да не да давайте вот тут его воткнем черт с ним коммерческий так коммерческие так пассажирская станция конечно нет проходная и вот такая пассажирской станция проходная будет мнение вот дорога зданиями то туда 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 то займут удалены а ну да тут же как то здорово дороги должна быть среди нами так кажется улице улица будет большая средняя погнали нет здание сточки на а теперь мне кажется нет ром здания не влезет с этой дорогой рядом дать пытаться конечная проходная но влезает влезает а черт его знает как перекресток я делать не хочу что как то это дело надо сейчас разрулить здесь а вот конечка уже вот она в яме проходит слышит это интересно в яме это интересно давайте попробуем ну тут будет немножко так оно вот вниз 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 все на землю грешную спустились отлично где там закончил вот я там закончил здесь здесь немножко она будет поднять опять таки не хочу переезд хочу хочу мост над дорогой а то дорогу совы потащила зараза хорошо вот и вниз все тут уже земля отлично он наша уходит сомкнули вообще 80 я не знаю ну ладно поезда поначалу даже не знаю как лучше сделать 21 морда поначалу я думаю добавлю в этот маршрут просто поездов а поездов и поездов вот 49 добавлю в этот маршрут у нас станции станции эжедэ эжедэ у нас будет называться кольцо ибо хватит заниматься не знаю чем пора запускать кольцо действительно кольцевой транспорт на подпорожье камышем подпорожье а это нефтепоезд вот ж.д. кольцо зря пишу наверно ж.д. ну ладно кольцо вот так вот большими буквами ж.д. кольцо так добавить станцию отсюда подпорожье и туда туда слушать нормально мне кажется поезд он вытаскивает побольше запустить но вот тут за 58 миллионов ну когда вот это состарится поезд вы посмотрите на эти толку ёлки сколько тут всякого 25 на рогачёв они хотят ну конечно по трамваю то и не хотят трамвай сколько ты ведёшь народу да стой ты четыре морды везёт ну трамвай одно название в городе а вот на межгород тут вот просто пипец но у нас теперь на рогачёв будет ходить а уже пошло может где наш поезд он туда уехал нет машина уехала нет поезд поезд окей 39 ладно хрен мы с ним 39 пойдёт ну поезд такое себе и он мне кажется конечный он в такой форме его больше не сделать или может длинную электричку сделать наверное можно или куском идёт ну ладно потом разберёмся в крайнем случае я могу поставить электровоз ах ты бежит без заезда сюда ах ты собака а через подпорожье туда поедет это не очень хорошо ну ладно пусть едет я ему сейчас маршрут подкорректирую ну сейчас пусть приедет так с подпорожью в Новомосковск оттуда врага и чёв а то надо вверх поднять как я это менял я как-то менял я же как-то менял я помню что менял чтобы он снова через подпорожье шла врага чё пылос или не надо уже а чё с ним не надо так хорошо тут уже люди зашевелились прекрасно мы пойдём дальше тут правда домик вырос не в кассу но мы его сейчас аннулируем да и тут увы и ах будет ещё один переезд такой вот ядрёный переезд на две венки а чё делать далее мы дружим с этим я думаю чтобы не бить туннель ещё один или пробить нет по деньгам то пофигу на самом деле просто тут такой момент у меня одно кольцо будет товарное а другое пассажирское почему разные просто поезда двигают с разной скоростью ладно тогда сейчас расходимся вот тут и кидаем туннель на три миллиона ну ладно вышли вышли так мы вышли и пройдём вот тут под поджелезка давай пройдём хоть как-то ну хоть как-то ну давай не надо вот прошло вроде да да вот так так есть я хочу просто в город вот сюда выйти но это не просто потому что тут очень много всякого это трамвай это автобус это всё очень непросто так вот выйти поэтому погнали будем пытаться что 90 то вот она 90 по мосту 90 что ли только 300 это будет хороший мост такой монорельс по сути уже да так меня надо куда-то туда давайте посмотрим куда-то туда туда-то а вот сюда хрен тут грузовая станция там гараж поэтому куда-то сюда хорошо хорошо монорельс мы не считаем с расходами у нас тут 300 скорость слишком сильный уклон давайте мы вот тут поднимем вот это прикольно вы это видите как ее колбасит так дорога нет дорога нет дорога нет дорога нет ух хорошо пошло так ладно здесь здесь мы сейчас посносим улицы нафиг так уже нафиг отстроить отстроить потом немаленькие так и втыкаем станцию пассажирская станция и мы ее приткнули вот так есть пути где там пути кончились то елки и пути подошли к станции великолепно добавляем маршрут под Рогачев да да где то там вон то там кашин пересадка отлично я пока не буду трогать поезд пока пойдет дальше своей дорогой что у нас дальше у нас Стерлитамаг город который мы ничем вообще не ставжали вот вообще ничем кроме того у меня есть одна мысль что можно сделать можно вот кирпичи повезти в Стерлитамаг потом будет но это будет второе транспортное кольцо а первое будет пассажирское по-прежнему так вот эта дорога по ней есть машина вовсюда давайте мы попробуем эту дорогу как-то заквидучить нет никак не никак тут только ток переезд ну ничем не могу помочь значит ток переезд так транспортное средство находится в плохом состоянии я даже загадываю какие покажете не отлично не покажете ну ладно транспорт иди сюда в очень плохом это в плохом это в посредственном это в хорошем не надо вот очень плохо очень плохо у нас рогачёв камень-кирпич рогачёв камень-кирпич замена камень-кирпич рогачёв это кашин а камень возим в кирпич камень-кирпич камень-кирпич тадам отлично кто еще очень плохо просто плохо игнорируем очень плохо у нас под порожье горючее хорошо порожье горючее это цистерны назначить цвет выбранным цветом а сами машинки видимо так порожье горючее то вот это меняем кто еще у нас очень плохо ушел да что то это 177 это кто а все вот эти вот пошли под порожье рогачёв хорошо под порожье рогачёв автобусы непосредственно хорошо очень плохо вот у нас плохо товары в рогачёв рогачёв автобус его понеслись короче да 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 так короче все вокруг рогачёва товары рогачёв 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 автобус и под порожье рогачёв Он сказал, он сейчас смоется. А кто-то и смоется тоже. Не, как-то оно вместе не хочет. Рогачев автобус. Меняем. Да, это вот этот. Заменили. Товары в Рогачев. Это уже новые машинки. Тонтировали. Что там еще хреново? Очень плохо. Под порожье Рогачев. А, Межгород. Ага. Под порожье Рогачев. Вот он. Так, автобус. Но это же городской автобус. Нет? Гармошка. Или вот эти манечки. По 16 дел. 80. 90. Слушай, давайте вот этот. Он межгород, ну и черный с ним. Городская гармошка. Так, еще кто-нибудь плохо у нас очень, очень плохо. Это кто? О, уже до нефтепоезд. Вот это тоже хуже. Так, ты куда едешь? Нормально. Сейчас мы его в депо-то и зарядим. У нас тут ничего не везет, так что все хорошо. Пошел в депо. Так, ну тут я только локомотив меняю. Это все ходит у нас крокодил до сих пор. А на большом кольце потом надо будет пустить несколько электричек. Так, прекрасно. Погнали. Поезд. Менять. А цистерны какие? Старые, новые. Это старые цистерны, слушайте. Короче. Я опять не помню, сколько метров в нем должно быть. Ну, как бы они что-то по метрам примерно как вот в это складываются. Да? Наверное. Электрический. Вот он, по-моему, красный вот этот и таскал. Вот 200. Вот он хорош, конечно. Он 30-ку стоит. Там есть 30-ка. А, это будет 43. На-ка. 43. Вообще было бы шикарно, согласитесь, а? Нет, ладно, ладно, не 43. Вот он. 26. Пойдет. Великолепно. Может, можно еще грузу добавить, да? 27. Нормально. Меняем. Пошел. Он сидит, боится? Нет? А мы пока тут поставим светофорчик. Ну, теперь все никого бояться. Тут нет никого. Выходи на линию. Так, подпорожье, не нефть. Поезд. Сбросил с ним. Сбросил с этим маршрут. Я так понимаю. Да-да-да, погуди мне еще. Пошел. Слушайте, я что-то это загнул, наверное, с длиной состава. Длинный он какой-то. Платформа не соответствует. Ну-ка. Ну, полкороче. Ну-ка. Сколько у тебя тут? 3, 3, 3, 1. 10 вагонов. Сколько в этом червяке? 3, 3, 3, 1. 10. Тут 15 вагонов. Платформы, конечно, не хватит. Платформы сильно не хватит. А вот вопрос. Ему нужна платформа во всю длину или нет? Правда, хороший вопрос. Давайте посмотрим. Вот тут овер дохрена нефть. Я уверен, что ее тут овер дохрена. А еще тут старая железная дорога. Ну, не страшно. Тут просто переполнено все. 310. Посмотрим, как этот поезд придет. Сейчас его везет. Надеюсь, он там не встрял. Вон он летит. Ну что, чудо-поезд. Скажем, сколько ты заберешь? Ты 225 можешь забрать. 225 забрал. Ну, то есть норм. То есть ему не нужно длинную платформу делать. Или нет? Да, вот в эту сторону я могу еще ее продлить. Эт след. Как-то они следом за другом и ходили. Этам вот хватает. Все забрали. Все, что было. Ладно, вернемся к нашим бяшкам. Горб такой. Вот, может, было тут пониже, ну ладно. Пой, кстати, уже свистел обратно. То есть он посетил тут. А, нет, не тот поезд. Это каменный поезд. Уже стоят, уже ждут, слушайте. 235 человек ждут, я офигеваю. Что-то надо делать. Мы столько не увезем. Наш единственный поезд, паровозик облачка, который летит, вон он. Он столько не возьмет. 57 человек, слушайте, это смешно. Надо делать разъезд и запускать еще. Потому что тут уже поперло уже 200 человек. Давайте мы уменьшим скорость. Чуть. И посмотрим на поезда. Пассажирские. Можно вагоны, вот такое вот. На 22 человека. Либо Вот такое. 144 человека разгоняется там 57. Это одна секция 50. Да, слушайте, он весь 57, по-моему. То есть его нельзя детских вагонов запустить же. Ну-ка. Можно. 171 вместимость. Можно. Ну вот тут прикольнее, конечно. 300. 125. Ну, как раз, стрела вообще фигня. Либо пассажирские поезда с локомотивом. Это тоже интересно. Но вот это прям... Но 58 миллионов. Я пока не готов. Можем миражей запустить. 13. Тоже копейки. Давайте ускоримся тогда. Либо Либо Что-то из этого. 30. Тоже офигенно. Ладно, вот это. 140 уйдем в скорость. И мы к нему можем нафигачить вагонов. И это будет такой товарный поезд. Но он не сотнями возит же. Вагоны пассажирские. Это 200. Нам столько не надо. 21. Вот. Стоит миллион. То есть, довольно много можно зафигачить. 5 вагонов. Это 100 человек. Давайте пока из этого исходить. То есть, вот этот вот. И пассажирские вагоны вот эти. 19. Нормально. Хорошо уже. Скорость 140. Нормально. Это все продолжает идти хорошо. 8 вагонов по 20. 160. Она взяла. Блин. Какая шляпа. Вот так. А? И пока это спрячем. Я надеюсь, что он там будет храниться. В чем замысел? Замысел в следующем. Нам нужны объезды. Нам нужны не столько объезды, сколько... Параллельный пути, я бы даже сказал. Что-то у нас не так. Сирийное производство у нас где-то там добыто. Какое достижение. Так, все. Так. Финт ушами был некий. Но он был как-то вот так вот. Ну, ладно. Нормально. Так, не пересекайтесь только. Вот тут у вас будет линия расхода такая. То есть вы по параллелькам будете ходить. Все хорошо. Да. Впоследствии, возможно, это будет обратное кольцо. Либо это будет транспортное кольцо. То есть пассажирские поезда будут фигачить в одну сторону по кольцу. А, допустим, грузовые в другую. И я им одну ветку отдам. Вот это. Возможно. Посмотрим. На самом деле, вот совершенно не влом сделать двойное вот это кольцо. Он довольно легко делается. В ту сторону в одну. Один стопрут. В ту сторону в другой. И расходятся они так. Прекрасно, что прекрасно. Так. Мы даже ничего не сцепляем. Да, давайте дотянем прямо до города это дело. Вот таким видом. Строить невозможно. Почему? Хорошо. Там уже 27 миллионов. Это еще более хорошо. Так. А вот тут у нас будет одна остановка. Ну, то есть один путь. Вот так. Сошлось. Теперь свитофорчики. По этой ветке туда. По этой ветке сюда. Так. По правой туда. Не забыть. Тут, конечно, петля знатная. Ну, ладно. По правой туда. По левой. Сюда. Так. Тут разобрались. Тут у нас немножко такое пятно. Вот эти надо убрать. Сфитофорчики. А я свитофору как уберу. Не трогай жидышку. Вот так и уберу. Все. Там дальше есть. На этот счет. Тут. Ну, узкое место у нас будет, конечно. Вот тут переезд. И погнали. Хорошо. Так прилипает. Общелка прилипла. Красота. Такую постройку рельсов до Совет Репаблик, да? Без косяков, без глюков. Просто построит рельс. Такая. Тоннель. Скользкий момент немножко с тоннелем. Но, я думаю, не будем жмотничать. Даешь больной тоннель. Как и прочее, к ведуке. А к ведуке-то вообще диван. Ну ладно. Виадуки. Ладно. Путепровода. Я подумал, решил не жмотничать. У нас будет действительно одна дорога туда, другая дорога обратно. Местами будут сходиться. Тут ничего не попишешь, потому что местами тут узкие места. Это реально вот это вот, например. Так. Я думаю, я даже вот тут уже сведу их в одну. Так. Светофорчики. Так, ближний, наверное, туда будет. Дальний обратно. Я помню, что у меня там запланирован поезд, но я пока не могу их выпустить. Так, ближний туда. Дальний, дальний, обратно. Прекрасно. Вот. Уже лучше. Так, снова рельсы. И вот прям тут мы разойдемся. Нет, не так. Тут есть, конечно, та промышленная ветка, но пусть она остается. На ней еще и рельсы старые. Там я видел эти коричневые шпалы. Что значит, что рельсы там старые. Мега-туннель. Интересно, она прям вот так нырнет подвоз, как я эту делаю. Да, смотрите, она прям так и нырнула. То есть она прям, и она реально прилипает. Смотрите. Оп. Она повторяет прям. И это прекрасно. Так, погнали. Да погнали уже. Ого. Везде 300. Красота. По Вавлу, конечно, не красота нифига, но... Слушайте, на что еще тут тратить деньги, как не на эти дорожки все? Ну вот, реально. Аэродромов нет. Самолетов не летает. Ну, тут маленькая карта, некуда летать, в общем-то. Поэтому, что, дорожки. Ты что, реально вот прилипнешь? Блин, она реально прилипла. Здорово. Вау. Так. И вот так вот вход. Отлично. Светофоры. Так, дальний. Тудой. Этот. Судой. Так, правый туда. Угу. Ой, ладно, не попробуйте, а то как встанут. Все, теперь можно второй пояс наш выпускать, и у нас тут будет много народу ездить. Я думаю, много. Сюда. Сюда. Прекрасно. Я, она сохранила. У нас уже 35 тысяч. Так. Купить. Нет, она не сохранила. Но, мы можем уже что-то большее купить. Ты сколько? 13. Допустим, я тебя там сколько? Человек 200 же было, да? 27. Уместимость 57. Уместимость 114. Вот, за 40 тысяч мы можем уместить 171. За 40 миллионов, извиняюсь. За 40 миллионов можем 171. За 32. Не пойму, у него хорошо ли? Или что у него? Хорошо. 231 уже. Однозначно вот это берем. Ну, опять-таки, оно длинное. Но, ладно. Купить. А, сохранение идет. Ждем. 231. Давай чуть уберем. Я думаю, мне столько не надо. 210. Вот так вот давайте. Не хватает стрессов? 189. Что-то в последний момент сжахнуло, да? Эй, я вагон хочу добавить. Можно? А, или от второй хочу купить. Нормально. Все. Все, 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 все. Кищ, 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 кищ. Так. Кольцо. И? Сколько у вас тут? 207 из 2. А, а он туда поехал. Ну, давайте посмотрим рейс этого поезда славного. Нашего. 231 в него влезает. И он пошел в разгон. 40, ну да, 40 тут. Тут немножко ограничения, ну и в черте города. Вот тут должен разогнаться. Да, пошел разгон. И вот такой у нас кольцевой поезд. Но, я так смотрю, тут нужно очень с поворотами быть аккуратным, потому что повороты сбрасывают тебе скорость. И вот тут нюанс. Сколько людей? 83. Нормально. Толпа в поезде. Добить, что в поезде село по меньшей мере 100 пассажиров. Ну, я добился. 121 в него село. Я надеюсь, все-таки, что короткая платформа ничем не мешает. Просто на короткой платформе меньше можно накопить народу. Вот. Я надеюсь, что это так. Потому что, если нет, придется строить длинные платформы везде. Что не очень хорошо. Ну, ладно. Все, попер. Садишь к нашему поезд. А, и туда сразу. А, у нас через эту задуманную. Ну, ладно. Разошлись. Смотрите, маленькая электричка занюханная такая. И состав попер. Ну, ладно, ладно. Двухэтажный вагон. Вовремя, да? Ну, ладно. Поздняк метаться. Мы ту электричку сменим на двухэтажный вагон. Ну, начало положено. Сколько там народу? 181. Ну, так, ничего. Жалко, ну, сразу нельзя открыть. Чтобы поезд открыть и терминал открыть. Так, вот тут сброс. У нас вираж перед городом. Видите, какая длинная. Но я стану настолько не протянул. То есть, это надо петлю убирать. Свободных мест нет. Добить, что в поезд сел не менее 200 пассажиров. Оно село. То есть, он реально все забирает. Длинную станцию не обязательно делать. 231. То есть, туда еще не все влезло. Вот это да. Вот это я пассажиров набрал. Ну, он идет 104-105. В принципе, нормально. Потому что, чтобы сделать скоростной магистрак 300 км, надо ставить ее, по-моему, вообще без поворотов. У меня такое ощущение. Хотя сейчас тут длить 140. На максималке свои. Соответственно, если поезд на 300, он тут 300 будет. А тут 90. Видимо, ограничение движения по мосту. Вообще, высоко поднял. Может, было нехто. Ну, ладно. Сколько тут на воду? 291. Офигеть. Давай. Я думаю, все 231 возьмет. Да. Больше не власть. И там еще осталось. Там еще 127 осталось. А что, с нами следом едут? Что стоим? Эй, стоять не должен. Я понял. Добить, что поезда были обращены друг к другу. Это тоже достижение. Так, хорошо. Разворот. Разворот. Тот, чтобы поехал назад. Мне тут не нравится. А, ему длины не хватило. То есть, он слишком длинный. Видите? И он... То есть, вот это соединение надо было ставить дальше. Сейчас, что не придумаем. Я бы не знаю, я на мосту могу перекрещивать рельсы? А, он как-то перепрыгнул. Я не знаю, как можно сделать. Я не понял, как можно сделать. Ну, направо и туда, лево и туда надо поставить. Туда. Сюда. Так. Просто очень длинный. Потом это будет по-другому работать. Потом я эту стрелку уберу. И... Все прекрасно. Где вторая электричка? О, вторая электричка летит. Ну, неполная, кстати, электричка, что интересно. 200 тел тут ждет. Ладно, возьмет, сколько сможет. Но, увы. Ладно. Наше начало кольца работает. Единственное, тут вот косяк, я может, с светофорами. Но... Очень длинный поезд, ничего не сделаешь. Надо ли платформу вот сюда нарастить, вот даже до сюда куда-нибудь. Кстати, тоже вариант. Нарастить сюда платформу, он туда сдвинется. Ну, либо оно продолжится туда, в ту сторону, идти по кольцу, да и все. Ладно, неважно. На этом мы и заканчиваем. Длина серия получилась. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok